МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стартовавшие в республике недавно обсуждались в Арнасайском районе, что в Акмолинской области. Для того, чтобы поделиться информацией о новых, более экологичных возможностях использования природных ресурсов, там собрались представители около 30 учебных заведений из Восточного Казахстана, Мангостаусской и Казлардинской областей. Место для такой встречи было выбрано далеко не случайно. В рамках Всемирной выставки Экспо-2017 именно этот населенный пункт станет одним из объектов демонстрации зеленых инноваций. Поэтому здесь уже стартовали пилотные проекты, и их первые результаты, надо сказать, впечатляют. Как отметила депутат Мажелиса Майра Айсена, главная цель таких мероприятий – донести до аудитории актуальность и значимость зеленых проектов и их вклад в будущее страны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первым делом дети учатся трудиться. Они живут в сельском местности, и это важно. Говорится о том, что сельские дети после окончания школы уезжают в город. Чтобы они возвращались, мы должны им привить уважение к труду и желание работать в родном селе. Мы должны воспитать детей так, чтобы они могли на самом деле трудиться и зарабатывать здесь. И, конечно, очень важно создать молодежи условия для этого. А без этого никак. Во-вторых, полезно знать и помнить о необходимости рационального использования ресурсов, об их экономии, электричества и воды, к примеру. Мы должны научиться этому с малых лет. По словам депутата, большинство жителей до сих пор слабо понимают значимость зеленых проектов. В село Арнасай приехали только те специалисты, которые первыми опробовали новые технологии. Соответственно, работы здесь не початый край, а главные результаты еще впереди. По правде говоря, не все руководители проявляют интерес к обучению инновациям. Здесь собрались лишь те, кто на своем опыте убедился в целесообразности использования зеленых технологий. Им интересно, какие результаты в дальнейшем могут быть у проекта, который частично уже реализован в их школах. Есть 8 тысяч школ. Если представители каждой из них будут учиться экономии ресурсов, считаю, это только к лучшему. Отметим, что в населенном пункте Арнаса делились опытом те, кто на деле убедился в эффективности новых технологий, полезных для сельчан и местных школ. К примеру, Асхат Жанбусынов, прибывший из Уландского района Восточно-Казахстанской области, рассказал, как год назад они ради эксперимента установили пиролизную печь. В итоге, по его словам, им удалось сэкономить 600 тысяч тенге бюджетных средств. В прошлом году по программе ПРООН мы выиграли грант на сумму 20 миллионов тенге. На эти средства мы провели освещение для улиц с энергосберегающими лампами. После этого установили пиролизную печь, которая позволяет сократить объем используемого угля. Мы также построили на территории школы теплицу. И, к примеру, за один отопительный сезон использование угля у нас сократилось на 30-40%. По его словам, в ближайших планах молодежной организации внедрить и другие виды новых зеленых технологий. А в одной из козлординских школ этим летом собрали урожай, выращенный методом капельного орошения. Несмотря на то, что данный проект стартовал не так давно, только в мае, в учебном заведении довольны первыми результатами. Я сама убедилась в том, что способ капельного орошения очень эффективен. Ранее, пока не столкнулась с этим методом, не могла знать о том, насколько это экономно. С помощью капельного орошения можно полить с небольшим количеством воды значительную площадь и получить хороший урожай. Вместе с тем нужно учить, что в Козлординской области почва засушливая и неплодородная. Землю нужно удобрять минеральными добавками. Это требует немалых капиталовложений. А с помощью капельного орошения почва увлажняется, и вода попадает именно к корням растений. И сорняки не разрастаются, потому что в другие места вода не течет. Все это удается реализовать благодаря интересу и трудолюбию учеников школы. Бесспорно, использование новых и эффективных технологий учебными заведениями окажет на подрастающие поколения только положительное влияние. Здоровое воспитание детей в руках взрослых. А в семье в школе-интернате для слабовидящих детей были установлены светодиодные лампы. Помимо экономии электроэнергии, они полезны тем, что равномерно освещает помещение. Вот это наша задача, это как руководителя привлекать и вне бюджетных средств для развития материально-технической базы учебного заведения. И в этом смысле мы уже прорабатываем вопросы. На протяжении уже 10 лет, наверное, мы работаем с программой развития ООН. Офис находится в городе Семей. Вот последние у нас уже были проекты, это вот светодиодные лампы, мы установили в 9 кабинетах. Это актуально, потому что именно для начальных классов, для старших классов освещение очень должно быть ровным, хорошим и ярким для детей с нарушением зрения. И это было для нас большим подспорьем и радостным событием, что вот такие мы установили через Филис, Света Течь, вот такие вот такие организации. В Назарбаев университете на протяжении двух лет функционирует экспериментальная солнечная энергетическая установка SunPower Oasis C7 с максимальной мощностью 25 кВт-пик, не имеющая аналогов в Казахстане. Проект стартовал в учебном заведении с целью изучения и внедрения лучшего мирового опыта по поиску и созданию энергии будущего и зеленой экономики. Ученые Назарбаев университета реализуют его совместно с французской нефтегазовой компанией Total и ее дочкой SunPower, мировым лидером в области высокоэффективных солнечных технологий. Цель нашего проекта, в общем, это испытания в погодных условиях Казахстана. Также, насколько это будет экономически оправдано, потому что сама установка, любая солнечная, она по цене превышает стоимость стандартных электростанций такой же мощности. Не вырабатываются вредные вещества в атмосферу, не происходит загрязнение окружающей среды. Еще главный плюс – это здоровье людей, которые находятся вокруг электростанции. Солнечная энергетическая система SunPower Oasis C7 имеет возможность семикратно концентрировать солнечную энергию, при этом обеспечивая низкую стоимость электроэнергии. Система состоит из одноосевого электропривода и шести рядных сферических зеркал, отражающих свет на кремниевые солнечные элементы, что увеличивает концентрацию солнечного света. В результате удваивается производительность системы и, соответственно, выработка электроэнергии. В первую очередь, наша установка отличается от стандартных тем, что у нас имеется система удаленного доступа. Мы имеем возможность зайти через любой компьютер, который подключен к интернету, и посмотреть, какие параметры, как что работает. Это ряд данных, точные погодные данные. Температура, скорость ветра, направление ветра, влажность, количество осадков, а также электрические параметры. Это ток, напряжение, мощность производимая, количество потребляемой энергии к конкретным объектам. Астана – благоприятный регион для реализации данного проекта. Ученые также убеждены, что данное устройство обязательно найдет применение и в других регионах Казахстана. На пленарной сессии Совета иностранных инвесторов в 2013 году Ив Луи Дарикарер, президент Тоталь Апстрим, пообещал президенту Казахстана Нарсултану Назарбаеву передать Республике Казахстан самую последнюю технологию SunPower – солнечной энергетики. С тех пор мы внедрили проект C7 по солнечной энергетике совместно с Назарбаев университетом. Солнечная установка функционирует и производит 25 кВт в час, что идет на нужды Назарбаев университета. Здесь используется самая передовая технология высокой эффективности солнечных ячеек и система семи зеркал, которая концентрирует энергию в течение дня. Специалисты и общественные организации активно и повсеместно разъясняют то, насколько важно использование альтернативных источников энергии. Вместе с тем возникает вопрос, как скоро население полностью осознает и привыкнет к мысли о том, что переход к зеленой экономике неизбежен. Мы говорим, что есть технологии, которые могут при использовании этой энергии сделать наш мир чище. То есть, допустим, наша компания, около 3000 человек, работает над определенными вопросами, каким образом сделать, допустим, энергию именно зеленой. То есть, солнечная энергия, ветровая энергия. Но в целом, около 10 тысяч человек рассматриваем вопросы, каким образом сделать наш мир чище. Если посмотрим даже на статистику, на современное потребление, только в мире около 10%, 10-11% наверное идет от зеленой энергетики. И даже если смотреть на оптимистичные прогнозы, в 2050 году все равно около, может быть, 40 или 50% энергии будут производиться из традиционных видов ресурсов. И в этом мы видим позитив. Это была программа «Зеленая экономика». Смотрите нас еженедельно, и вы поймете, что заботиться об окружающей среде выгодно. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин